Здравствуйте! Вы смотрите 7 канал в студии Алена Мальцева. Сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Кабмин выделит деньги подконтрольным Украине районом Донбасса. Это 300 миллионов гривен. Такое заявление сделал премьер-министр Арсений Яценюк. И начать финансирование тех территорий, которые контролируются полностью украинской власти. Боевики заблокировали работу миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Ламберто Занье. По его словам, террористы мешают мобильным мониторинговым группам свободно передвигаться. Занье отметил, в таких условиях наблюдатели не смогут достичь границы между Украиной и Россией, на участках которой подконтрольны боевикам. Представители миссии находятся только в двух пунктах пропуска со стороны России. По мнению Занье, решение проблемы лежит в политической плоскости. Тем временем во Львове волонтеры показали робота-разведчика. В случае необходимости он может организовать огневую поддержку и постоять за себя. На что способна мини-машина, смотрите далее. Робот-разведчик – хороший помощник на поле боя. Он не только стреляет, но может заниматься разминированием и эвакуировать раненых. Машина управляется дистанционно. Дальность работы – до 5 километров. «Тут управление баштою, меню включаем свитло, використание спусков. Написал программу, которая будет управлять рухом, управлять использованием зброи, светло включать, выключать. И еще будут передбачены спусковые механизмы для скидывания багажа». Чтобы проверить огневую мощность робота, его вывозили на полигон. Создать машину стоит почти 50 тысяч гривен. Зарубежный аналог обошелся бы в 12 раз дороже. «Мои очень позитивные вещи, даже если техника может спостерегать, может ехать на вдоль, и когда этим не занимаются боицы, не рискуясь жизни, это моя выгода». Этого робота передадут 24-й отдельной механизированной бригаде. В планах разработчиков массовое производство таких малышей. А пока ждут государственного заказа. Беженцам из Сирии и Ирака грозят зимние холода. Почти миллион переселенцев может остаться без помощи. ООН для этого не хватает денег. Поэтому в первую очередь помогать будут детям и старикам. О причинах и возможных последствиях сложившейся ситуации – далее в сюжете. Жизни беженцев из Сирии и Ирака под угрозой. ООН не хватает 58 миллионов долларов для того, чтобы позаботиться об этих людях. В управлении ООН по делам беженцев говорят, «Отсутствие нужного количества денег сильно отразится на программе помощи». «Нас очень беспокоит нехватка более 58 миллионов долларов, из-за которой более миллиона человек останутся без надлежащей помощи. Отчасти эта нехватка связана с резким ростом перемещения людей внутри Ирака». Уже сейчас, в середине ноября, температуры на севере и в горных районах Ирака и Сирии колеблются от плюс 5 до минус 16 градусов Цельсия. ООН уже инвестировала в зимние программы 154 миллиона долларов. Бюджет формируется из добровольных взносов членов организации и частного сектора. Примерно половина нужных средств поступает из стран Европы. Но тех денег, что собрано на данный момент, на всех не хватит. Предоставив всем одеяло, зимнюю одежду, пластиковые щиты и утеплители, возможности нет. Помогать будут в первую очередь самым уязвимым группам – детям и старикам. «Самая уязвимая часть населения, за которую я очень беспокоюсь, – это новорождённые. Они могут столкнуться с переохлаждением и обморожениями, как мы видели в Сирии в прошлом году. Зимой сильно возрастает количество заболеваний, особенно респираторных, среди детей и пожилых людей. И даже среди молодёжи и сильной части населения». Ситуация усугубляется и тем, что переселенцы активно передвигаются между лагерями по территории государств, ищут лучшие условия. «Они очень много перемещаются. У них есть транспорт. Они перемещаются из одного лагеря в другой, из одного дома в другой, из одних провинций, деревень, городов в другие. И им действительно очень трудно. Они ищут школы, им недоступны больницы. Они ищут удобное жильё, пытаются воссоединиться с семьями, ищут своих родственников». Из-за военных конфликтов в Сирии и Ираке беженцами стали более 13,5 миллионов человек. Это число равно населению Лондона. В Перу проснулся вулкан Сабанкай. Из кратера вырывается столб пара и газа. Он достигает 300 метров в высоту. Тейсмическую активность контролирует 18 станций наблюдения. Учёные из Института геофизики уже дважды в этом месяце побывали на вулкане. «После предыдущего периода активности, длившегося с 1990 по 1998 годы, вулкан Сабанкая был относительно спокойным. В этом году проявляется активность летучих компонентов. Именно поэтому мы активизировали мониторинг, а также исследования. Вчера в 9.30 произошло сравнительно важное сейсмическое событие в кратере вулкана. Более мощное, чем обычно». Вулкан вызывает сильное беспокойство у местной власти. В долинах вокруг него живут тысячи человек. В 100 километрах город Рекипа, один из крупнейших в Перу. Сабанкая извергался в 1784 году. После этого последовало 200-летнее затишье. Гигант начал просыпаться только в конце прошлого столетия. На этом пока все. Больше информации в 19 часов. До встречи в эфире.